Кто не любит играть в игры? Это то, что помогает расслабиться или приноровиться. Но вы когда-нибудь задумывались о создании собственной игры? Воплотить свою уникальную идею в жизнь и показать это людям? И даже начать зарабатывать с этого? Этот ролик подойдет даже для тех людей, которые сомневаются в старте разработки своих игр и просто хочут понять, что и как. Сегодня я постараюсь поставить вас на верный путь. Погнали! Зайдя на YouTube, вы можете увидеть не совсем подходящие для вас ролики и окажетесь правы, ведь для начала вам нужно определиться в некоторых вещах. Какие игры вы хотите делать? Ответ «хоть какие-нибудь» не подходит. Вы должны сразу же определиться с тем, что вы хотите создать. У вас должна быть своя идея. Не нужно придумывать сразу какую-то немыслимо сложную идею по типу открытого мира или вообще онлайн игры. Достаточно выбрать какую-то простенькую идейку. Можно даже взять идею с популярного хоррора на телефоны Грэнни. И теперь вам еще кое-что нужно понять. Не пытайтесь быть самым крутым разработчиком во вселенной. Поймите, что не обязательно уметь программировать, создавать модельки и делать дизайн уровней одновременно. Вы всегда можете найти единомышленников из друзей и других людей, которые согласятся стать частью вашей команды. Теперь разберемся с устройством и движком. Делать игры с телефона можно. Есть некоторые программы для этого. Но, чтобы стать крутым разработчиком с качественными играми, этого мало. Вы ограничитесь лишь тем, что не сможете опубликовать какую-то игру куда-то. И мы подходим к самой неприятной для некоторых вещей – это компьютер. Поймите, что вы не сможете делать игры выше уровня Flappy Birds и выкладывать это, и уж тем более зарабатывать. Вам нужен компьютер. Ситуация для многих проблематичная и сложная. Понимаю. Но у многих моих знакомых разработчиков тоже сначала из ресурсов был только телефон. Но, когда они приобрели себе компьютер, то с большим желанием сразу же погрузились в мир геймдева. Это важно и это необходимо. Конечно, можно ходить в бесплатные технопарки, в которых вас всему бесплатно обучат. Но, такие есть далеко не везде. Ладно, вернемся к теме. Когда у вас появился компьютер, вам еще нужен интернет и все остальное по мелочи. Далее вам нужно выбрать первый или даже последний игровой движок. Есть множество игровых движков для новичков. Но я выбрал для этого видео Unity. Это один из самых распространенных игровых движков во вселенной, который еще к тому же и подходит для новеньких чайников. Есть, конечно, более изичные движки по типу Gabot, но продвинуться вы далеко с ним не сможете. Есть еще Unreal, который является главным конкурентом Unity, но он труднее в освоении. Так что выбираем Unity. А теперь внимание! В описании под видео я собрал полную документацию со всеми нужными вам уроками Unity в хронологическом порядке. С помощью этого вы сможете проще пойти на шаг неизвестности. Помните, что все разработчики игр когда-то были такими же чайниками, как вы, и пытались что-то накалякать в программке. Это нормально. Это база. Поэтому welcome. Но, естественно, я не оставляю вас без поддержки. Специально для юных и других разработчиков у меня есть КПК Саппорт. Это партнерская программа, предлагающая вам поддержку вне зависимости от опыта, знаний и стажа работы. Вы сможете подать заявку и совершенно бесплатно показать миру свои шедевры. К тому же, совсем скоро будет открыто мероприятие КПК Престиж 2024. Там мы в прямом эфире расскажем о каждой игре каждого человека. Не упусти свой шанс сейчас. Там есть местечко и для художников, и для создателей музыки. Присоединяйся, КПК Саппорт. И хочу сказать напоследок. Если у вас ничего не получается, вы выиграли или устали, то сделайте бессрочный отпуск. Если вы не можете реализовать какую-то идею из-за нехватки опыта, это нормально. Также нормально, что у вас может не получаться писать код или делать модельки. Именно для этого есть команда. Группа лиц, которые вместе создают шедевры. Не пытайтесь быть гениальным разработчиком и преуспевать во всем. Ну и не забывайте ежедневно получать новые знания. Удачи!